Алло, Хамир! Я Наташа и сегодня у нас с тобой будет тренировка только с фитнес-резинкой, которая заставит нашу попу гореть пламенем и умирать. Да-да, если у тебя есть всего 15 минут и ты хочешь выжать из них максимальный результат, то ты на правильном пути. Сегодняшний комплекс состоит из десяти упражнений и минимального отдыха между ними, чтобы активировать наши ягодичные мышцы. В зависимости от твоего желания и твоей физической подготовки ты можешь повторить весь комплекс два или три раза, чтобы тем самым провести полноценную тренировку, но одного круга, то есть 15 минут будет вполне достаточно для хорошей активации и проработки наших мышц. Фитнес-резинку также выбираешь в зависимости от своего комфорта. Самое главное, чтобы ты смогла закончить весь комплекс от начала до конца, без слез, крови, жертвы, ягненка посреди коврика, самое главное, продуктивность. И если ты готова, поехали! Первое упражнение в сегодняшнем комплексе приседания сумо. Ставим ноги максимально широко, оставляем резинку над коленями и выполняем приседания на угол 90 градусов, контролируя, чтобы колени не выступали за носки. Во время этого упражнения старайся вставать не до конца и не расслаблять ягодицы. Основное правило для меня в тренировках с резинками – держать ее в постоянном напряжении и постараться максимально сконцентрироваться и почувствовать мышцу, на которой ты работаешь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Во втором упражнении принцип такой же, но только на протяжении минуты чередуешь узкий и широкий присед. Старайся как можно больший упор делать на мышце, потому что при правильной технике уже на этом этапе ты почувствуешь жжение. Продолжение следует... Переходим на пол. В этом упражнении выполняем толчок стопой в потолок по 45 секунд каждой ногой без перерыва. Спину и плечи держи прямо, а носок натянутым на себя. Сохраняй угол в колене 90 градусов и в верхней точке максимально сжимай ягодичную мышцу, при возможности изолируя и дожимая ее легкими пульсациями маленькой амплитуды. Повторяем то же самое на левой ноге. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Следующее упражнение с английского переводится как пожарный гидрант. И по принципу оно похоже с предыдущим, только на этот раз колено ты отводишь в бок, концентрируясь на растягивании мышцы. Повторяем то же самое на левой ноге. Повторяем то же самое по аналогии на левой ноге. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В следующем упражнении ложимся на спину и выполняем ягодичный мостик. Старайся поставить пятки ближе к себе, увеличивая нагрузку и поддерживая угол 90 градусов при подъеме попы вверх. Хоть резинка не активна при выполнении этого упражнения, она должна быть в постоянном напряжении между ногами, не давая расслабиться мышцам голени и ягодиц. Во время упражнения не опускай попу на бал до самого конца и не расслабляй ее. В работе с фитнес резинками 80% успеха зависит именно от постоянного напряжения и концентрации, что поможет тебе добиться видимых результатов намного быстрее. Сделай абсолютно заслуженный 30 секундный перерыв перед следующим упражнением, выравнивая дыхание и осознавая, что ты уже на полпути. Ляг на живот и оставь резинку на щиколотках. Для удобства зацепи один край резинки нерабочей ноги, а второй выполняй приводящие движения, стараясь как бы коснуться пяткой ягодиц. Не расслабляй ногу при опускании для большего эффекта. Повтори то же самое для второй ноги. Повтори то же самое для украины. Встань с пола, оставляя резинку на уровне чуть выше колена и выполняй приставные боковые шаги большой амплитуды в полуприседе. Субтитры создавал DimaTorzok Для следующих двух упражнений лучше встань рядом со стеной или стулом для опоры. Выполняй боковые махи, держа нерабочую ногу чуть согнутой в колене. Главное в этом упражнении не насколько высоко ты махнешь ногой, а насколько правильно выберешь амплитуду для того, чтобы задействовать мышцы. По аналогии повтори упражнение на другую ногу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Далее сделаем похожее упражнение, но с отведением ноги назад. Держи ее согнутой в колене и представь, будто тебе нужно отодвинуть рабочей ступней какую-нибудь тяжелую коробку сзади тебя. Здесь работает непосредственно большая ягодичная мышца. Повтори то же самое для другой ноги. Субтитры создавал DimaTorzok И последнее заключительное упражнение это ягодичный мостик, который мы сегодня уже делали. Выполняй его на протяжении 45 секунд, а на последующие 45 секунд просто задержи его вверху, как бы изолируя ягодичные мышцы. Субтитры создавал DimaTorzok Переходим к финальной изоляции мышц, сохраняя попу вверху и сжимая ягодицы со всех сил, наслаждаясь последними секундами этой тренировки. Добавил субтитры создавал DimaTorzok Ну вот и все. Спасибо большое всем тем, кто решил поучаствовать и потренироваться вместе со мной. Если вам понравилось это видео, подпишитесь пожалуйста и поставьте лайк. Всем хорошего дня и здорового тела, которым вы действительно будете наслаждаться.